Второй день выборов в Приморье начался в штатном режиме. Электронного голосования в этом году не предусмотрено, и бюллетени на участках выдают только в очном формате. Процесс волеизъявления происходит по классической формуле. Избиратели приходят на участок, получают бланк, заполняют его в закрытой кабинке и опускают в урну. Участок открытый, здесь нет никаких там закулисных игр, люди идут спокойно, у них есть вся информация, ничего не скрыто, все могут ознакомиться и сделать свой выбор. По данным Краизбиркома, в первый день выборов на участки пришли более 18% зарегистрированных избирателей. Сегодня, судя по визуальным наблюдениям, ожидается примерно такая же явка. Многие приморцы временно проживают там, где работают. Их избирательный участок находится в другом населенном пункте. В таком случае люди стараются воспользоваться выходным днем и приехать отдать свой голос по месту прописки. Сегодня я приехал голосовать, у нас выборы губернатора Приморского края, и я приехал по месту прописки, по Циловку, у Сурийского района. Во второй день выборов свои двери открыли все те же более 1200 избирательных участков, что и в первый день. Вообще трехдневная форма голосования показывает свою эффективность. Она дает возможность сделать свое волеизъявление как можно большему числу приморцев. У людей такая форма голосования нашла отклик, люди идут голосовать. Я считаю, что выборы – это основа конституционного строя Российской Федерации, и прийти и принять участие – это обязанность каждого избирателя. Впереди третий, завершающий день голосования. В воскресенье избирательные участки в Приморском крае откроются в 8 утра и будут работать до 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин